Нельзя ставить ребёнка в угол. Танцор. Это был мой способ освобождения. Только в танце я чувствовал себя свободным. Актёр. Это был настоящий герой-любовник. Патрик стал секс-символом. Боец. Вот такой он человек. Иди и бейся, как настоящий ковбой. Это история о покойном Патрике Суэйзе. Я знаю о себе цену. Я обычный уволин из Техаса. Просто я много вкалывал. И это правдивая голливудская история. Легенды Голливуда. Патрик Суэйзе. Чего? Вы так боитесь? Разве вы не видите? Это не просто суд над невинным человеком. Это суд над всеми нами. 23 апреля 2009 года 30-й фильм Патрика Суэйзе «Прыжок» открывал 4-й ежегодный фестиваль европейского кино в Лос-Анджелесе. Суэйзе, боровшийся с раком поджелудочной железы, приехать не смог. Режиссёр Джошуа Синклер зачитал прочувствованное посвящение актёру. За всю свою карьеру мне ещё ни разу не приходилось иметь дело с таким увлечённым и страстным человеком. Патрик Суэйзе – это то чудо, которое случается не чаще раза или двух за целое поколение. Всё у нас будет хорошо. Патрик Уэйн Суэйзе появился на свет 18 августа 52-го года в Хьюстоне, штат Техас. Он был вторым из пятерых детей. Патрик был милый, очаровательный ребёнок. И когда ему было всего несколько месяцев от труда, мать взяла его на сцену в оперетте. Он попал на сцену ещё до того, как научился ходить. Мать Суэйзе, Пэтси, была известным учителем танцев. Отец, Джесси, был инженер-химик и бывший участник родео. Это не типичные обыватели. Мать невероятно талантливая и выливая женщина-хореограф. А отец добрый, молчаливый ковбой. Большой Бадзи, то есть приятель. Так отца Патрика называл весь Хьюстон, потому что он был очень высокий и очень дружелюбный. А Патрика стали называть маленький Бадзи. Папа хотел, чтобы я стал ковбоем и спортсменом. Мама же считала, что нельзя стать настоящим артистом, не овладев своим искусством во всех отношениях. Я решил стать и тем, и другим. В детстве и юности он очень старался следовать сразу двумя этими дорогами. С одной стороны отец, грубоватый мачо, который выступал на Родео, а с другой мать, балетный хореограф, под влиянием которой он увлекся танцами и стал развивать в себе артистизм. Учиться ходить и танцевать Патрик начал одновременно. Его первым выступлением стал вокально-чечеточный номер под песню Ширли Темпл «On the Good Ship Lollipop». Патрик хлебнул немало горя. Ровесники смеялись над ним, потому что он с ранних лет занимался балетом. Мальчишки безжалостно его дразнили, называли девчонкой и издевались над ним. Надо понимать, что расти в Простяцком, Техасе, и заниматься балетом очень тяжело. Мне приходилось много драться. Постоять за себя ему помогала мать. Она записала его на боевые искусства. Один парень наезжал на него постоянно, и в конце концов терпение у Бадди лопнуло. Он накинулся на него и стал буквально рвать его в клочья. Потребовалось три человека, чтобы оттащить от него Бадди. И поверьте, после этого уже никто никогда его больше не дразнил. Никогда. Характер у него был взрывной, к нему было опасно приближаться. Конечно, если вы не были противоположного пола. Патрик рос в окружении женщин. Он многое узнал о девушках, как находить к ним подход. И уже в очень раннем возрасте он стал настоящим сердцеедом. Да, я люблю девушек. Всю свою жизнь. Юные балерины из студии матери Патрика просто его обожали. Они называли его Бодди, тело. Иногда во время растяжки мы видели, как он любуется с собой. И мы за глаза называли его Бодди Суэйзи вместо Бадди Суэйзи. Мама создала мне тело, которое может все. Балет дал мне чувство ритма, гибкость и ловкость. Поэтому мне было легко освоить любой вид спорта. Я с этим не родился. Она вливала и вбивала это в меня. Мать муштровала его нещадно. И ему было невероятно трудно удовлетворить ее. Пэтси была очень строгим учителем. Она требовательная, очень придирчивая. Когда она сильно злилась, то кричала «Патрик Уэйн!». А когда немного злилась, говорила «Бадди Уэйн!». Родители не соглашались ни на что, кроме первого места. И я всегда добивался успеха. Но я стал воспринимать себя как машину. Я знал цену своему телу. Но я не знал, есть ли мне что-то внутри. У меня были проблемы с самооценкой. От своих комплексов Суэйзи освобождался на футбольном поле. Занятия спортом помогли Патрику избавиться от имиджа неженки. Он убедительно доказал, что он настоящий мужчина. За что бы он ни брался, он везде становился лучшим. Патрик был чрезвычайно одаренным атлетом. Он занимался всем, от фигурного катания до футбола. Но однажды во время футбольного матча в старших классах он получил травму колена. Мы с ним прикрывали вынос мяча, и вдруг я вижу. На другом фланге образуется куча, и на поле выбегают тренеры. Я тоже подбежал и увидел, что вся суета из-за Бадди. Он лежал на земле и корчился от боли. Я взглянул на его колено и тут же отвернулся. Это было просто ужасно. Суэйзи перенес операцию колена и закончил школу. Его зачислили в колледж Сан-Хассинта в Юстоне, как перспективного спортсмена. Но диплома он так и не получил. Я бросил колледж, чтобы участвовать в гастролях шоу «Диснеевский парад» в роли принца в Белоснежке. Тогда все и началось. Затем, летом 72-го, Патрик на время покинул шоу и вернулся домой. Зайдя на занятия к своей матери, он заметил новую красавицу-ученицу. Когда Лиса Ниеми вошла в студию, они влюбились друг в друга практически с первого взгляда. Назревал скандал. Ведь мне было 20, а ей 15. В то время как остальные девушки в студии не давали Патрику прохода, Лиса держалась в стороне и не была похожа на других. Наверное, Патрика задело то, что эта великолепная блондинка с ангельским личиком его игнорирует. И он не нашел ничего лучшего, как дать волю рукам. Он ущипнул меня и сказал «Привет, малышка». Это был всего лишь дружеский щипок. Он всех девчонок в студии щипал, а я подумала, кем он себя возомнил. Это самая умная женщина, которую я встречал. Но весной 72-го Патрик покинул Лису. Амбициозный 20-летний юноша подался на Манхэттен. К переезду в Нью-Йорк Патрик скопил всего лишь тысяча две долларов. Он поселился в кишащей крысами квартире на 70-й Западной улице. Я семь лет танцевал в Нью-Йорке в различных балетных трупах. Главное достижение, когда я стал премьером в трупе Эллиота Фелда. Поэтому танец – это важнейшая часть моей жизни. Главным образом – классический балет. Это был мой способ освобождения. Только в танце я чувствовал себя свободным. В 74-м, закончив школу, Лиса переехала к Патрику в Нью-Йорк. Она оказалась там не только из-за Патрика, но еще и потому, что получила место во втором составе труппы «Джоффри Балет». И могла теперь работать в Нью-Йорке вместе с Патриком. Но Суэйзи хотел большего. Я спросил, выйдет ли она за меня. И она сказала, конечно, давай это запланируем. Может, где-нибудь через год. Нет, сейчас. Лиса была ошарашена. Ведь она не думала выходить замуж немедленно. Она только что приехала в Нью-Йорк, только начинала карьеру. И еще, наверное, она думала, он такой взрывной, если я откажу, это может погубить наши отношения. Нельзя говорить нет. 12 июня 75-го Лиса избавила Патрика от мучений. Патрик и Лиса поженились во дворе дома родителей Лисы в Хьюстоне. Лиса сама сшила смокинг Патрика и свое свадебное платье, потому что купить их им было не на что. Я часто думал, не сделала ли она. Это по принципу ладно, всегда можно развестись. Далее в программе. Я не сдерживался, давая выход горю, когда умер отец. Патрик Суэйзи 77-й год начался для 24-летнего Патрика Суэйзи с больших неприятностей. Обострилась старая футбольная рана, угрожая положить конец его балетной карьере. Состояние колена было хуже некуда. Оно было полностью разворочено, не разваливалось только из-за кожи. Хотя доктор Келлер Уортом и не лечил Суэйзи, он знает, насколько серьезной может оказаться такая травма. Из-за стрессовых нагрузок от футбола и валета, все связки и сухожилия колена были иссечены вдоль и поперек. Образовалось много рубцовой ткани. Говорили, что я буду хромать до конца жизни. Когда колено столько достается, обязательно возникает риск проникновения бактерий. В суставе возникла острая инфекция. Было похоже, что мне хотят отрезать ногу. Врачи сказали ему, если не удастся остановить ее антибиотиками, вам надо готовиться к ампутации. Для меня это было неприемлемо. Я перенес четыре операции. С одной стороны, эта травма грозила погубить мне жизнь. С другой, это был подарок судьбы. Ведь я был вынужден заглянуть внутрь себя. И поэтому я стал актером. На Бродвее Патрик снискал огромный успех. Он играл в «Good Time Charlie», в «Эссайской истории». Но настоящим прорывом для него стала роль Дэнни Зука в «Бриолине». Это была очень сложная задача. И он блестяще с ней справился. Он создал свой собственный образ. Привнес в него что-то немного непривычное. Он обрел достаточно уверенности в себе, чтобы задуматься, а не перебраться ли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы попытаться стать голливудским актером. Именно так он и сделал. В 79-м году всего с двумя тысячами долларов сбережений Патрик и Лиса улетели в Лос-Анджелес. Нам пришлось туго. Я работал на заводе. Продавцом в магазине. И плотником. Да, мы работали плотниками и даже создали строительную фирму. Он снялся в рекламе пива. Затем, в октябре, Суэйзи, наконец, прорвался на большой экран. Первый фильм, в котором я снялся, — Скейт Таун, США. Изумительная штучка. Скейт Таун, США — мой любимый фильм с Патриком Суэйзи. Никто не выглядел так сексуально на роликовых коньках, жилетке, брюках и обтяжку, как Патрик Суэйзи. Я играл главаря шайки роллеров. Журналисты влюбились в меня без памяти и кричали, «Это парень еще такое покажет!» Они хотели сделать из меня идола тинейджеров. Поначалу Голливуд воспринимал Патрика как сердцееда. А он не хотел получать такой ярлык, потому что с ним долго не протянешь. После Скейт Тауна Коламбия предложил мне контракт на четыре фильма, и я отказался. «Это было нелегко, а что, если это и есть мой великий шанс?» Но я с головой ушел в занятия по актерскому мастерству. Он сделал это вопреки советам своих агентов, которые уговаривали его согласиться. Но он ждал достойной роли. Я хотел, чтобы меня стали по-настоящему уважать как актера. Патрик получил свой шанс. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола взял его на роль в молодежной драме «Изгои». В марте 1982-го начались съемки, которых Суэйзи так долго ждал. Патрик очень четко, последовательно и почти упрямо отстаивал собственное видение каждой своей роли, и он постоянно спорил с Фрэнсисом. У них то и дело возникали стычки. Он по-настоящему не понимал и не уважал подход Суэйзи к своему персонажу-изгою. Коппола видел в нем только самовлюбленного молодого танцора. Он не воспринимал его всерьез, а Патрик хотел доказать, что он не прав. Вскоре этот конфликт показался пустяком. 2 ноября 1982-го года Патрик получил трагическую новость о своем отце. Отец Патрика гулял по холмам на окраине Хьюстона и внезапно упал и умер от обширного инфаркта. Ему было всего 57 лет. Этого человека любили все, и тут мы его лишились. С его смехом и с его улыбкой все были страшно подавлены. Когда Патрик узнал о смерти отца, он просто развалился на части. Я не сдерживался, давая выход горю, когда умер отец. Но его осталось еще много. Суэйзи ушел в запой и стал отключаться от действительности. Лиса просила, умоляла, требовала, чтобы он бросил пить. Но все впустую. Патрик встал на путь саморазрушения, и казалось, Лиса бессильно его остановить. Тем временем, 19 марта 83-го, состоялась премьера «Изгоев». «Изгои» дали мощный импульс карьере Патрика. Ведь он мгновенно поднялся на один уровень с молодым поколением голливудских звезд, которые как раз зажигались в то время. Том Круз, Роб Лоу, Эмилио Эстовес, Томас Хауэлл. Все они снялись в этом фильме. Это был разношерстный состав молодых ребят, которые только утверждались как актеры. Но Суэйзи не оправдал ожидания. Критики были разочарованы следующей работой Патрика в «Отваге» в фильме о войне во Вьетнаме, где его партнером был Джин Хэкман. Однако в августе 84-го Суэйзи вновь подтвердил свой статус в двух фильмах, которые вышли с интервалом в неделю. Провинциальной драме «Грэнвью США» и боевике «Красный рассвет». Я снялся с Патриком Суэйзи в трех фильмах. Это «Изгои», «Грэнвью США» и «Красный рассвет». И что меня всегда в нем восхищало, так это его профессионализм. «Красный рассвет» — это раскрученный, остросюжетный блокбастер. Но Патрику удалось привнести в него что-то человеческое, чувственное. В одной сцене режиссеру Джону Миллиусу было нужно, чтобы он заплакал. И он сказал Патрику подумать о недавнем умершем отце. Я люблю тебя. Я знаю, сынок. Я тебя тоже люблю. Я дал выход этим страшным переживаниям, с которым я никак не мог справиться. Но потом стал казнить себя. Мне казалось, я эксплуатирую память об отце. Типа, как удобно, что он только что умер. Я несколько дней не мог прийти в себя. Меня трясло, как в лихорадке. Зато это сработало. Получилась отличная сцена. На экране Суэйзи блистал. Но в реальной жизни ему приходилось всеми силами поддерживать свою самооценку. Я на шесть лет ушел в буддизм, чайные церемонии, медитация, синтология. Я перепробовал все, потому что я себе не очень нравился. Я пытался разбиться на мотоцикле. Я не очень нравился. Я просто встал на путь саморазрушения. Далее в программе. Патрик повторял, я еще ни разу не уронил женщину, а я отвечала, погоди, не зарекайся. Американ Айдол. Миллионы желающих, но только у единиц есть шанс. Сегодня в адрес жюри звучат угрозы. Берегите себя. Берегите себя. Ну да. У участников встают нервы. Это мой стакан. Отбор продолжается. Американ Айдол. Сегодня в 22.00 на МТВ. Марс – это удивительно. Неповторимый вкус, возвращающий к жизни. Марс – все будет в шоколаде. Марс, Макс – все точно будет в шоколаде. Взбодрись! Кока-кола, открой со счастью! Как бы мне хотелось увидеть тебя сейчас? Ну так поставь мультифон. Мультифон – это бесплатные видеозвонки и чат. Это выгодные звонки на любые телефоны. Мультифон – твоя любимая связь в компьютере. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Премьера. Любовь на шестерых. Завтра. Сразу после секса в большом городе. На МТВ. Легенды Голливуда. Патрик Суэйзи. К 1985 году Патрик Суэйзи завоевал репутацию молодого голливудского сердцееда. Но 33-летнему актеру не терпелось попробовать более зрелые роли. Я никогда не задумывался о возрасте. Я долго играл парней на 10 лет моложе себя. И тут вдруг до меня дошло. Нежный возраст уже в прошлом. Пора двигаться дальше. Надо взрослеть. И с этим мне здорово помог север и юг. Суэйзи продемонстрировал свой драматический диапазон в роли курсанта военной академии в мини-сериале о гражданской войне. Мой герой Иори Мэйн. Это одна из моих самых любимых ролей, потому что это мачо в самом чистом виде. Мужчина, который не изображает из себя мачо. Просто он такой по натуре. После «Севера и юга» и незабвенного фильма о хоккее «Молодая кровь», Суэйзи без особого энтузиазма взялся за следующую роль – танцовщика-инструктора в романтической ретро-драме. Поначалу он отнесся к грязным танцам пренебрежительно, ведь стандарты хореографии у него были чрезвычайно высокие. И он думал, что его ждут какие-то примитивные пляски. Он даже стеснялся, считал, что это фильм пошловатый. И все же Суэйзи сумел вдохнуть в него жизнь. Мой герой – Джонни Кассел, парень из Филадельфии, выпускник танцевальной школы, который учит богатых евреек в пансионате танцевать. Ну и кое-чему еще. В награду он получает золотые браслеты, цепочки, шелковые рубашки. И тут в его жизни появляется умная, незаурядная еврейская девушка. Она пытается понять, кто она и чего она хочет от жизни. «Грязные танцы» были для Патрика Суэйзи идеальным проектом. Потому что у его персонажа, Джонни Кассел, необычайное сходство с реальным Патриком. Джонни Кассел мачо, он аристократичен, он великолепен и при этом человечен и чуток. Всеми этими чертами в полной мере обладал и сам Патрик Суэйзи. Я по многим параметрам совпадал с Джонни. Я вырос в Техасе, меня дразнили и били за то, что я танцевал. Съемки «Грязных танцев» начались в сентябре 86-го у озера Лур в Северной Каролине. Я уже видел Патрика на экране. Я знал, что это завораживающая личность. И я знал, что он сын Патриши Суэйзи. И практически вырос в хореографической студии. С Патриком можно было приступать к работе без подготовки, ведь он уже приобрел колоссальный опыт. Но с ним он приобрел и физическое увечие. Патрику было уже за 30, но он по-прежнему страдал от травмы колена, которая не давала ему покоя еще со школы. Я помню, в конце фильма он прыгал со сцены и припадал на колено. Я сразу увидел, какую страшную боль он при этом испытывает. Я говорю ему, это не обязательно, мы изменим все. А он говорит, ничего менять не будем, только проследи, чтобы камеры были где надо и работали. Он исполнил этот прыжок, припал на колено, и сцена была снята. И болячки накинулись на меня, как бешеные псы. Поначалу Патрик был недоволен тем, как он танцует в фильме. Ему пришлось сильно упростить свою феноменальную технику. Патрик повторял, я еще ни разу не уравнил женщину, а я отвечал, погоди, не зарекайся, я ужасно трусила. Но Суэйзи нет. Когда Патрик начал со мной танцевать, я сразу почувствовала разницу. Он потрясающий партнер. У него фундаментальная балетная подготовка, и это поразительно сильный атлетичный танцовщик. Сразу стало ясно, что он владеет ситуацией, и он ведет. Не считая с женой, это был первый раз, когда я лично убедился, что глубокая духовная связь между двумя людьми может быть такой мощной и появляться из ниоткуда. Мы соединились и знали, что мы неотразимы. Интимные сцены дались Патрику намного труднее, чем танцевальные. Съемки любовных сцен меня просто пугали. Все думают, что сниматься в них дико приятно. Но это самое страшное. Вокруг куча народу, все смотрят на вас, а вам надо изображать глубоко интимные переживания. А тут еще Дженнифер со своим хихиканьем. На мне не было ничего, кроме трусов и комариных укусов. Она часа полтора хихикала, я уже был готов убить ее. Но тут она и меня рассмешила. И на этом проблемы закончились. Самым трудным для Суэйзи было произнести пять самых важных слов. Нельзя ставить ребенка в угол. Когда я произносил знаменитую фразу «Нельзя ставить ребенка в угол», мне дико не хотелось ее говорить. Я ненавидел ее. Я думал, зрители будут хохотать. И где бы я потом не появился, все будут кидаться на меня. «Пожалуйста, скажи, нельзя ставить ребенка в угол». Меня это бесило. Была куча дублей, когда я не мог выдавить из себя эту чушь. И она стала самой знаменитой фразой из фильма. «Грязные танцы» вышли на экраны в августе 87-го. И неожиданно стали событием года. Съемки фильма обошлись всего в 5 миллионов долларов, а кассовый сбор от него превысили 170 миллионов. Я думал, что я уже не мальчишка, и я привык к славе. Но ничто не могло подготовить меня к тому, что началось после выхода «Грязных танцев». Не успевал он где-нибудь появиться, как на него накидывалась толпа. В основном женщина, конечно. Его герой Джонни Кассел стал иконой сексуального мужчины. До Зака Эфрена, до братьев Джонас, до всех, по ком изнывали все девушки в мире. Это был Патрик Суэйзи в роли Джонни Кассела. Он был главный герой-любовник. Каждая девушка хотела кусочек Патрика. Началось настоящее Суэйзи-мание. «Грязные танцы» изменили карьеру и жизнь Патрика до неузнаваемости. Он превратился в суперзвезду и идола миллионов. Для техасского паренька стать главным сердцеедом поколения — это же просто сказка на его. Блокбастерный успех «Грязных танцев» превратил Патрика Суэйзи в самого горячего мужчину Голливуда. Но в своем следующем фильме Суэйзи решил подать еще тестостерона. Двойную водку и побыстрее. Дом у дороги завоевал для Суэйзи симпатии уже мужской аудитории. Это было удачное переключение после «Грязных танцев» на более грубый и суровый образ. Я вырос в техасских барах, куда прибитые жизнью люди приходят напиться, дать кому-то по морде и получить по морде. Кому и от кого не важно. Я всю жизнь стремился понять, отчего это, почему я так делал. Так что для меня дома дороги что-то вроде экзорцизма. Ведь я в этом жил. И все же лавры и кинозвезды оказались неудобным украшением. Патрику Суэйзи было не по себе от того, что он так стремился стать иконой и знаменитостью. Суэйзи мания была совершенно неуправляема. Поклонницы пытались оторвать кусочек его одежды. Преследовали его, пытались прорваться к нему в отель, лишь бы привлечь его внимание. Ему стало необычайно трудно вести нормальную жизнь. Суэйзи мания, которая началась после грязных танцев, стала для него потрясающим карьерным успехом. Теперь он был мировой знаменитостью, но в личной жизни начались огромные трудности. Он запил так сильно, что это стало угрожать его отношениям с Лисой. Они стали ссориться. Лиза никогда не ревновала Патрика к славе. Однако ее оскорбляло то, что его фанатки буквально сметали ее, чтобы прорваться к нему. Надо было быть достойным такого почитания, и эта ответственность давила на него, как камень. Началась очень темная фаза его жизни. В 89-м, после премьеры фильма о Бонде лицензии на убийство, Патрик в паническом страхе из-за толпы обезумевших поклонниц в дребезге разнес свой гостиничный номер и до смерти перепугал Лизу. Лиза была в ужасе. Она чувствовала, что внутри меня что-то происходит. Но она не знала, что. Она знала только, что это что-то очень нехорошее. И заставила меня поговорить об этом. И уже на следующий день он решил бросить пить. Ты начинаешь заглядывать в темные заковулки своей души, словно открываешь ящик Пандоры. И знаете, зрелище не из приятных. Когда Патрик решил завязать с алкоголем, он завязал с ним намертво. И то, что он действительно бросил пить, спасло его семью. В июле 89-го Суэйзи снова снимался в романтической драме. На этот раз со сверхъестественными мотивами. Но эта работа едва не досталась другим. Роль Сэмми Уитта в «Привидении» предлагали почти всем знаменитым актерам того времени. Продюсер Джерри Зукер сказал, что Патрик Суэйзи получит эту роль только через его труп. Брюс Уиллис, Том Круз, Том Хэнкс — всем им предлагали эту роль. Но они отказались. Они считали, что проект немного низкопробный. И, к счастью для Патрика, его позвали на прослушивание. Мне пришлось биться за эту роль. Он прочел конец фильма, и у всех в глазах были слезы. Когда он вышел, я сказал, он получит эту роль, этот парень бесподобен. У Патрика была роль убитого бойфренда нью-йоркской художницы, которую играла Дэми Мур. Одна из самых запоминающихся сцен в «Привидении» — это когда Дэми Мур работает за гончарным кругом. Позади нее появляется персонаж Патрика и кладет руки поверх ее рук. Это не только эротично и сексуально, но и очень прочувствовано. Он относится к Молле необычайно тепло и заботливо. Но все же остается грань, которую он не хочет переступать. Каждый раз, когда она говорит «Я люблю тебя», он отвечает взаимно. И Бог решает, что он должен разрешить эту неопределенность, прежде чем попасть в рай или ад. Патрик уловил духовность сюжета «Привидения» и передал ее на все сто. А это трудно. Вряд ли какой-нибудь другой актер справился бы с этим так же блестяще. Патрик привнес в образ свой собственный жизненный опыт и ощущения. И когда он играл эти сцены, он заново переживал те эмоции, которые захлестнули его после смерти его отца. Я всегда любил тебя. Взаимно. Обычно фильмы снимаются с точки зрения живых людей, а этот с точки зрения призрака, который не чувствует себя мертвым и по-прежнему находится в нашем мире. И чтобы достичь этой точки, я подумал, а что если мой отец по-прежнему здесь? И он стоит рядом и наблюдает за мной. Просто я не вижу и не слышу его. «Привидение» вышло на экраны в июле 90-го и встретила восторженные отзывы и собрала огромную кассу. После «Привидения» я почувствовал, что сделал что-то стоящее. Что люди посмотрят этот фильм и сделают в своей жизни что-то хорошее. Он вернул мне прежнюю любовь к своему ремеслу. Я поверил, что благодаря ему действительно можно вернуть что-то дорогое и утраченное. И поделиться этим с другими. «Грязные танцы» были грандиозным успехом. Фильм собрал больше 100 миллионов долларов, но «Привидение» оказалось еще успешнее. Слава Суэйзи взлетела на космические высоты. «Что Патрик привнес в «Привидение», так это свою собственную глубокую веру в жизнь вечную, свою собственную духовность и убеждение, что смерть — это не конец, а новое начало». Тем временем, Чита Суэйзи также ожидала нового начала. Лиса и Патрик узнали счастливую весть. Лиса была беременна. Они с нетерпением ждали ребенка. Но к их ужасу, когда они пришли на УЗИ, оказалось, что плод мертвый. Мы были страшно подавлены. Мы так долго ждали, и теперь надо было найти в себе силы решиться на это снова. Далее в программе. Зрители не желали видеть Патрика в образе женщины. Легенда Голливуда. Патрик Суэйзи. В 91-м году 39-летний Патрик Суэйзи в паре с Киану Ривзом снялся в фильме «На гребне волны». Адреналиновый триллер позволил Суэйзи подвергнуть себя самым суровым испытаниям в жизни. Мне пришлось биться со страховой компанией, чтобы заниматься в фильме скайдайвингом. А серфинг — это вообще отдельная история. Я приземлялся на коралловые рифы, доски вдребезги летели. Несколько раз я думал, что мне крышка, когда попадал на большие волны. Фильм «На гребне волны» примечателен тем, что Патрик играет злодея, но переживает именно за него. Хороший в этом фильме Киану Ривз, но симпатию чувствуешь именно к персонажу Суэйзи. Этот грубоватый образ довел имидж Патрика до совершенства. Журнал «Пипл» назвал его самым сексуальным мужчиной современности. Этот актер был в своих ролях таким симпатичным, таким привлекателем, и при этом таким романтичным, что покорял всех поголовно. Мне очень повезло, что все пошло по плану, что благодаря славе секс-символа люди хотят смотреть мои фильмы и ценят мою работу. Хотя Патрик и принимал похвалы с улыбкой и благодарностью, втайне он был не очень счастлив, потому что он всегда хотел, чтобы его ценили не за внешние данные, а за игру. Я по-прежнему в поиске, по-прежнему пытаюсь найти свои ответы на вопросы в жизни. В следующем фильме «Город удовольствий» Суэйзи сыграл врача, переживающего духовное перерождение. Чтобы снять этот фильм, Патрик поехал в Индию и работал там в очень тяжелых условиях. Еще никогда при натурных съемках ему не приходилось сталкиваться с такими бытовыми трудностями. Это заставило меня, белого мальчика с запада, наконец честно взглянуть на этот мир, и честно взглянуть на себя, что мы все люди в одной лодке под названием «Земля». И Патрик действительно взглянул на себя честно. В июле 92-го он во всеуслышание заявил, что в прошлом употреблял наркотики. Патрик дал шокирующее интервью Плейбою, в котором признался, что не просто прикладывался к бутылке, но еще и употреблял кокаин. Согласно книге «Последний танец», в январе 93-го Патрик на месяц лег в реабилитационный центр Сьерра-Туссон в Аризоне. Он искал решение проблемы самооценки. Я мог терять голову. Когда-то меня звали Крэйзи Суэйзи. Я стал сходить с ума от внутренних противоречий. Я казался себе лжецом и лицемером, потому что говорил одно, а чувствовал другое. И это ощущение заставило меня попытаться наконец понять, кто же я есть на самом деле. После лечения 40-летний актер вернулся к работе, сыграв мифического ковбоя Пекаса Билла в «Небы лицах», в фильме, который имел для Патрика особое значение. Эту работу я сделал в памяти ботце. Он умер прежде, чем успел увидеть меня в роли ковбоя. Во многих отношениях я играю своего отца, ведь он был настоящий мужчиной, в истинном смысле этого слова. Пока Патрик воздавал дань памяти отцу, его постигла еще одна семейная трагедия. В декабре 1994-го, возрасте 45 лет, покончила с собой его любимая сестра Вики. К сожалению, Вики страдал от многих психических недугов, включая депрессию. Патрик был подавлен. Он так много сделал, чтобы помочь сестре пережить трудные времена. И после ее смерти стал казнить себя за то, что сделал для нее недостаточно. Настроение Суэйзи улучшилось следующим летом, с выходом его нового фильма «Вонгу Фу» с благодарностью за всю Джули Ньюмор. Готовы или нет? Вот тебе, мамочка. Он не хотел жить с ярлыком, потому что согласился на роль в «Вонге Фу», где надо было играть Трансвестита. Невозможно придумать более неожиданные роли, чем Трансвестит, если вы Патрик Суэйзи. И все спрашивают, «Зачем тебе играть Трансвестита? Это же погубит тебе карьеру». Зрители не желали видеть Патрика Суэйзи в образе женщины, но он хотел это сделать, потому что видел в этом творческий вызов. Представьте, что Патрик Суэйзи, Уэсли Снайпс и Джон Лигуизама надевают платье и получают разрешение стать дивами. Стоит ли говорить, что они стали неуправляемы? Я был в женских шортиках. Патрик в чем-то в духе Одри Хэбберн, потому что я был длинной девчонкой, а он дамой, представляете? Думаю, мы не последний раз видим Патрика в платье. Пусть говорят что угодно, я самая красивая. После паузы длиной в два года 44-летний Патрик Суэйзи вернулся в Голливуд работать в новом проекте под названием «Письма убийцы». Но съемки прошли не очень гладко. Один из главных поворотных моментов жизни и карьеры Патрика случился в 97-м. Он снимался в фильме, где в одной сцене он скакал верхом. Внезапно лошадь понесла и на всем скаку врезалась в дуб. Он упал с лошади, сломал обе ноги и получил жуткую травму плеча. Его пришлось переправить в больницу. Он на вертолете. Травмы были серьезнейшие. Но что достойно изумления и восхищения, Патрик хотел как можно скорее вернуться к любимой работе, хотел снова играть. Это говорит о том, каким мужеством и стойкостью обладал этот человек. Его ничто не могло остановить. Несколько месяцев Суэйзи залечивал свои раны. Затем на свою 45-ю годовщину Патрик получил в подарок звезду на Лее Славы в Голливуде. Для меня это значит больше, чем вы можете себе представить. И... Все, что я могу сказать, я еще не закончил. Это только начало. Место в истории Голливуда Суэйзи себе обеспечил. Но в июне 2000-го пугающий инцидент взорвал новостные выпуски по всей стране. Мы начинаем с последних новостей из пресс-код Аризона, где потерпел крушение небольшой самолет с актером Патриком Суэйзи. Патрик летел на небольшой двухмоторной «Сесне» из Лос-Анджелеса на свое ранчо в Нью-Мексико и был вынужден произвести аварийную посадку. Он прошел примерно в трех метрах над линией электропередач. Потом резко нырнул, летел очень низко, метрах в семи от земли. Сесна Суэйзи снесла верхушку фонарного столба и приземлилась в поле, километрах в 15 от Прескотт-Вэлли. У самолета срезало кончик правого крыла. На нем нет ни царапины. Честно говоря, я был так поглощен приземлением, что даже не помню, что во что-то врезался. Когда Патрик вылез из разбившегося самолета, его подобрал местный строитель. Он просто обалдел, когда увидел, что на дороге голосует Патрик Суэйзи. Но он оказался классный малый, подбросил меня до ближайшего телефона. Я позвонил в авиационное агентство и в страховую компанию. Через 12 часов после крушения Суэйзи наконец встретился со стражами порядка. По его словам, он был вынужден приземлиться после сбоя гидравлической системы. Однако в полицейском отчете приводятся показания свидетелей о початой бутылке вина и нескольких пивных банках в кабине. Ходило много слухов насчет этой аварии. Говорили, что виной всему выпивка. В отчете сообщило, что к моменту допроса актера было уже поздно проводить тест на алкоголь. Обвинений Патрику предъявлено не было, но его репутацией был нанесен ущерб. После инцидента с самолетом менеджеры по кастингу и студии стали считать, что рассчитывать на него очень рискованно. Мол, нет гарантии, что он будет появляться на съемках, когда требуется. И на этом этапе его карьера сильно пострадала. Патрик не собирался сидеть, сложа руки. В 2002-м он выступил в качестве продюсера и исполнителя в проекте, о котором давно мечтал. Киноверсии пьесы, которую они с женой исполняли еще в 1984-м. Режиссером фильма «Последний танец» стала Лиса. Он о том, как мы были балетными танцовщиками в Нью-Йорке. И о трех людях, которые объединяют силы, чтобы дать своей мечте еще один шанс. Некоторые говорят, что он может стать одним из лучших танцевальных фильмов всех времен. А я отвечаю, ну, надеюсь, надеюсь. Последний танец получил неожиданные оценки и сразу ушел в DVD. Тем временем, Патрик продолжал подыскивать себе трудные роли. В мае 2006-го он поехал в Австрию, чтобы приступить к съемкам противоречивой драмы под названием «Прыжок». Суэзи играл адвоката еврея, который боролся со сторонниками нацистов. Я лучше, чем кто-либо, понимаю, как важно для вашего брата иметь хорошего представителя. Но если вы хотите, чтобы я взялся за это дело и выиграл его, то у меня есть определенные оговорки. Патрик ясно дал понять, что он ставит на карту свою карьеру, что для него это не игра, это профессия. Сказать, что хотя бы на долю секунды игра Патрика не была блестящей, просто немыслимо. Моя героиня очень беспечная, и мы с ним почти что сбились на флирт, так что режиссеру пришлось сказать, «Сибелл и Патрик — это не грязные танцы». Патрик великолепно вошел в эту сцену, и мы прекрасно понимали друг друга. Анна, вы состояли в интимных отношениях с Мордехаем Хальсманом? Публике всегда нужен экстраординарный актер. И Патрик, несомненно, был экстраординарным. В каком-то смысле он мифический герой. С этим согласились продюсеры нового амбициозного сериала. Карьера у Патрика шла тогда ни шатко, ни валко. Но он воспрял духом, когда ему дали роль в сильно раскрученной криминальной драме «Зверь». Я хотел, чтобы все сказали, «Это не тот Патрик Суэйзи, которого мы знаем, это какой-то новый Патрик». Для Патрика было очень важно получить роль в «Звере». Ему импонировал сюжет, персонаж, это была трудная и интересная задача. И он был очень рад и возбужден, когда получил эту роль. Она вернула ему внимание общественности. Далее в программе. Патрик мужественно вел неравный бой. Все было против него. Легенда Голливуда. Патрик Суэйзи. Осенью 2007-го 55-летний Патрик Суэйзи планировал триумфально вернуться на экран. Он надеялся, что в этом ему поможет новый сериал под названием «Зверь». Сценарий был многообещающий, а Патрик, он настоящая икона, так что все были в восторге. Но мало кто знал, какие страдания испытывает Суэйзи. Во время съемок «Зверя» у него начались серьезные нарушения пищеварения. Он стал стремительно терять вес. А затем в январе слег с желтухой. А это симптом, который прямым текстом предупреждает. Да, с тобой что-то явно не так. На новых фотографиях Суэйзи выглядел болезненно. И в марте 2008-го правда наконец открылась. Мы вынуждены сообщить трагическую новость, которая потрясла сегодня Голливуд. У актера Патрика Суэйзи рак поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы — это то, чего врагу не пожелаешь. Это страшная вещь. Патрик мужественно вел неравный бой. Все было против него. Из ста людей с диагнозом рак поджелудочной железы 75 умирают в первый год. А 95 умирают в течение пяти лет. Суэйзи с женой удалились на свое ранчо в Нью-Мексико. Патрик и Лиза обладают невероятной силой духа. У нас идеальные отношения, потому что она говорит... А он слушает. Лиза и Патрик во всем друг другу надежда и опора. Пожалуй, ему даже тяжелее видеть ее страдания, чем переносить свои. Вот такой он человек. А поддержка Суэйзи была необходима. Он проходил лечение радикальными методами. Патрик описал это как филиал преисподней. Химиотерапия — это когда в организм вводят яды в надежде отравить опухоль. В июне 2008-го Суэйзи вернулся в Чикаго. Он продолжал сниматься в звере, хотя по-прежнему проходил химиотерапию. Рядом с ним все забывали, что он болен. Он приходил на площадку и работал по 12 часов в день. Вот такой он человек. Иди и бейся, как настоящий ковбой. Он мучился невообразимой болью, но отказывался принимать обезболивающие, потому что считал, что они повлияют на игру. Он принял мужественное решение. Он отработал весь сезон и отработал его блестяще. В январе 2009-го Суэйзи направился в Лос-Анджелес, чтобы участвовать в раскрутке зверя, но так и не доехал. По пути у Патрика начался неотдалимый кашель, его перевезли в ближайшую клинику. У него обнаружили умеренное воспаление легких и вскоре выписали. Ему ставят смертельно опасный диагноз, он проходит химиотерапию, но находит в себе силы и волю продолжать играть. Патрик работал все время, пока боролся за жизнь. Это был очень мужественный и стойкий человек. Зверь вышел в эфир 15 января и мгновенно стал хитом. В образе Чарльза Баркера Патрик заново обрел себя. Это человек, очень талантливый и очень серьезный актер. Ему просто надо было на время уйти, чтобы люди оценили весь масштаб его актерского дарования. В апреле 2009 врачи обнаружили, что раковая опухоль у Патрика расширилась. Есть четыре стадии. И у Патрика рак диагностировали на четвертой. А это означает, что у него есть рак, что это обширная опухоль, и что она распространилась и на другие органы. Суэйзи решил попробовать экспериментальную терапию в Стэнфордском медицинском центре. Это человек, который никогда не сдается. Но он будет сражаться. У него много душевных сил и воли к жизни. Я могу говорить о нем бесконечно. Он не знал, что такое страх. Я знаю себе цену. Я обычный уволень из Техаса. Просто я много вкалывал. Его никогда нельзя было сбрасывать со счетов. Когда бы он не сталкивался с невзгодами и в профессиональной, в личной жизни, он всегда находил в себе силы отбиться и стать еще сильнее, чем раньше. Ты продолжаешь сражаться, и ты прорвешься. Ты воин. Бадди, ты всю жизнь вдохновлял нас своим примером. Мы гордимся тобой и желаем тебе победить в этой битве. Мы молимся за тебя и мысленно сражаемся вместе с тобой. В надежде одолеть твой недуг. Поправляйся. Мы желаем тебе любви и счастья. У меня куча планов. Интересно, сколько я еще успею сделать? Всю свою жизнь Суэйз демонстрировал несгибаемую волю и потрясающую живучесть. И все же конец настал. 14 сентября 2009 года. Патрику было 57 лет.